Право дарить детям радость необходимо заслужить. В минувшие выходные в родники съехались Деда Морозы из четырех ивановских властей. Комсомольска, Юрьевца, Вичуге, Родников. Съехались не на санях или снегоходах, а на велосипедах, соответственно, погоде. Встречали их горожане испытаниями на скорость и маневренность. Марш! Вот и побежали наши Дедушки Морозы! Сейчас посмотрим, кто из них будет самый первый! Если фурманов родина Бабы-Яги, то родники теперь по праву резиденция Деда Мороза. Конкурс профессионального мастерства для зимних волшебников проходит здесь ежегодно в последнюю субботу декабря, уже в 13-й раз. Обычно конкурс собирает больше участников. В этом году, видимо, дедушки выбраться не смогли. Заняты на елках и торжествах в своих муниципалитетах. Требования к Морозам всего одно – возраст старше 16 лет. У нас был 11-классник, один год из Кинишмы он приезжал, очень активно участвовал, но даже не смог и в спортивных состязаниях победить очень опытных Дедов Мороза. И был Дед Мороз уже, которому было за 60 лет, но тем не менее он очень-очень хорошо себя показал, потому что он был настоящим артистом. Тема этого года – спорт. Дедушкам, несмотря на возраст, неудобную одежду и ватную бороду, необходимо было сдать нормы ГТО. Вместе со сказочной группой поддержки, снегурочками, лисичками и кекиморами, волшебники приседали, бегали и прыгали. Зачем Деду Морозу нормы ГТО и физическая подготовка? Чтобы как же, когда придешь к детям, чтобы не упасть в грязь лицом, ведь разные игры бывают на утренниках. Того Деда Мороза признают настоящим, который после таких нагрузок соберет веселый хоровод и покажет домашнее задание – визитную карточку выступления. У зрителей свое представление об идеальном зимнем волшебнике. Идеального? Во-первых, сильный, физически подготовленный, так как сейчас очень модно стало ГТО. Это одно из главных критериев. Обязательно. У него должна быть большая белая борода. И веселый. Соревнование «Настоящий Дед Мороз» – праздник для жителей города. Для самых маленьких приготовлены веселые эстафеты и конкурсы со сладкими подарками. В этот день на площади собираются жители со всего района и гости из других муниципалитетов. Мероприятие получается действительно душевным и веселым. Такая зимняя забава, уверенные организаторы, привлечет в родники туристов. Аналогичного по масштабу и уровню праздника нет во всем регионе. Мария Смирнова, Андрей Семеволков, РТВ Иваново, Родники.